Во Владивостоке минувший циклон оборвал провода, прокинул деревья и электростолбы. Дороги превратились в каток, а жители тысяч домов остались без воды, тепла и света. Для восстановления энергоснабжения и движения на дорогах оперативный штаб привлек силы МЧС. Но сотрудников оказалось недостаточно, поэтому на помощь Приморью выехали дополнительные бригады из соседних регионов. Исходя из сложившейся сложной обстановки, принято решение направления дополнительных сил аэромобильных группировок от Хабаровского края, Амурского спасательного центра, а также силы средств от главных управлений МЧС России по Амурской области и Еврейской автономной области. Для оставшихся без электричества жителей Владивостока организовали полевые кухни. Горячую еду с 8 утра до 19 вечера нуждающиеся могут получить по улицам Калинина, Полярная, Борисенко, Черемуховая в санатории Океанский. Также полевые кухни развернули на Русском, куда на данный момент проезд через мост заблокирован. Уважаемые жители Первомайского района, подходим к нам, в наличии есть горячий чай и печенье. Также готовится каша. Скоро будет. Школы и детсады перевели на круглосуточный режим работы. В них открыты пункты временного размещения. Мы со своей стороны сейчас вместе с городской администрацией организовали работу непосредственно в режиме дневного пребывания детей в школьных учреждениях, в тех школах, где есть вода, тепло, и где организовано может быть трехразовое питание родителей, школьников из любых районов города, где им удобно могут приводить этих детей в эти школы, где им будет оказано трехразовое питание. На дорогах Владивостока продолжает работать специализированная техника – 163 машины. В ручной уборке виадуков, тротуаров, лестниц, остановочных карманов задействовано более 160 дорожных рабочих МКУ. Особое внимание уделяется распилу и уборке упавших деревьев с проезжей части и восстановлению ЛЭП. Мы в течение дня подключили от подстанции загородной порядка 25 ЦТП и ТНС, которые позволили запитать районы Бухты Тихой, Сахалинской. Это около 300 живых домов, порядка, наверное, 120 тысяч жителей. И мы продолжаем эту работу. Почему? Потому что этих 25 ЦТП в течение этой ночи и завтрашнего дня будем постепенно подавать теплоноситель на жилые дома и дальше там управляющие компании будут подключать жителей. Одной из причин катастрофы могла стать недобросовестная работа электрокомпании. По словам очевидцев, упавшие вышки находились в плохом состоянии. Несмотря на опыт прохождения тайфуна Майсак и замечания главы региона, энергетики не позаботились о модернизации инфраструктуры. Чтобы компенсировать недостаток электричества, в Приморье доставили 8 мобильных генераторов. Ими будут подпитывать социально значимые объекты. Кирилл Самойлов, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.